Многим уже знакомый зашпаренный задник 13-й, на секундочку 300 тысяч подписчиков в Телеграм, ныне находящийся под следствием, но в припрыжку бегающий между СВОшными окопами, решил высказаться. Ну и мое мнение такое. 30 лет назад развалили Союз. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит, ну это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы мы должны понимать, что возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту война не закончится. Ну, она и не закончится, и приказы, возможно, уже никто никогда не отдаст, потому что отдавать его некому, потому что предатели захватили страну. Все, у меня другого слова больше нет. Перед тем, как он продолжит свою зертную грустинку с монологом, я хотел бы сделать маленькую вставочку с двумя элементами, которые обычно вот в таких монологах отсутствуют напрочь. Это логика и причинно-следственные связи. По той простой причине, что данный моноисполнитель не понимает простых вещей, что апеллируя и сожалея о том разваленном совке и что-то кто-то кому-то продал Америке, он не осознает того момента, что он как раз и находится именно в том состоянии, в котором в диктаторском режиме и находился совок все свои года. Когда мочили всех неугодных. Ты именно сейчас там, куда ты и стремишься, только ближе к 30-м и 40-м годам. А еще точнее к послевоенной зачистке. Если на таких людей, как Александр Валерьевич возбуждается уголовные дела, Гиркин сидит в тюрьме, тоже можно к нему по-разному относиться, но тем не менее у человека столько за спиной. Все, у меня других больше слов нет. Это все предатели. И мне кто-то говорит, а ты не боишься говорить и так далее, тебя же могут посадить, закрыть. Ну и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете. Нас много, нас целая страна. А вас там кучка сидит, а вы уже старый, скоро помираете. А мы молодые, мы разберемся. И вот он, наслушавшись имперско-дедовских сказок про беззаботный совок, глотнувши в своей молодости после 90-х немного гласности и свободы, решил, что, наверное, вот это и есть манера, которая позволяет ему добиться того великого прошлого, о котором ему трындели, когда он пешком под стол ходил. И я свое мнение никак не поменяю по поводу вот этой всей истории, даже если с Александром Валерьевичем снимут обвинение, я мнение свое не поменяю. Потому что все, что происходит, говорит об этом. Если бы в самом начале мосты, железнодорожные и вообще все пути поставок им боеприпасов и техники, то всего бы того, что сейчас происходит, вообще не было. Если бы 10 лет назад один бы дедушка не обосрал, и пошел бы, как говорится, по-честному, они бы там лазили, а по-честному пошли бы в 14-м году, 10 лет назад, то всей этой х***и бы не было, и пацанов бы столько не попогибли, а теперь вы х***и нас сажаете и убиваете. Ой-ой-ой, так оказывается дедушка за Донбасс пиз***л все-таки, да? Слышите, чего захотел? Честности. Историю России, наверное, не читал. За всю историю, куда мы не ходили, куда бы не перли на соседа, за что ни возьми. То какая-то специальная освободительная аббасрация, то какая-то непонятная организация, то освобождение ущемленных пингвинов. Все, что угодно, но только не по-честному. Короче, хоре унывать всех сожрет система. Кого не сожрет система, пережрете друг друга.